Микс Ньюс Ну этот год, да, он весь так или иначе связан с этим большим юбилеем, и в принципе это была моя мечта еще с начала 2000-х, потому что тогда был юбилей Моцарта в шестом году, 250 лет Моцарту, я учился в Лондоне, и огромное количество музыкальных журналов везде на обложке Моцарт, обсуждение, как играть его музыку, является ли он самым великим композитором из всех живших, можно ли его сравнить с Шекспиром, или не нужно его сравнивать с Шекспиром, ну и так далее То есть номер один или все-таки есть вариант Вот именно, и я подумал, что ну вот Моцарт это Моцарт, а Бетховен будет в 2020 году, и вот здорово бы что-то, какую-то такую программу создать интересную Ну и пришел 2020 год, и уже в феврале я сыграл большой концерт в гильдии, который был посвящен Бетховену, такая сольная программа, которую я буду играть и за рубежом, а через две недели будет концерт с оркестром, с эстонским национальным оркестром, у нас будет целое турне, Таллин, еще такой город Выру в Эстонии, и Цесис Почему эстонские, кстати? Ну, мне очень хотелось начать какое-то сотрудничество с Литвой, с Эстонией, потому что в Латвии концертов много, а хотелось бы еще к нашим соседям иногда съездить, они так близко находятся, и совершенно другой мир, другая у них повестка, другая культура И другая традиция, что интересно, у них же пиарт там и так далее Да, именно, именно, и поэтому мне было очень интересно, как-то вот будет интересно к ним поехать и, так сказать, поработать, вот, так что вот такая вот судьба Вот Вы указали о том, что когда был юбилей Моцарта, было много обсуждений, как его играть, что касается того, как играть Бетховена, есть ли здесь свои секреты и свои принципы? Ну, я думаю, что Бетховен вообще композитор очень-очень податливый для ярких и интересных интерпретаций, потому что он находится на рубеже двух эпох, классической и романтической В принципе, он первый романтический, настоящий композитор, пятая симфония – это, безусловно, прорыв в романтизм, прорыв в ощущение, что человек может все, и он может сразиться с судьбой И с фатумом, и со всем обществом, изменить его, но это все вот в этой музыке, безусловно, заложено И Гёте уже отмечал, что это, да, это романтизм настоящий Вот, сейчас мы считаем, что романтизм – это Шопен и Рахманинов, а первый романтик – это, конечно же, Бетховен Но в то же время классическая традиция очень сильна, поэтому эти огромные симфонии, эти сложнейшие структуры и в сонатах, и в квартетах Вот, и это все очень интересно, потому что можно и так, а можно и по-другому его играть И к тому же это композитор с огромным подтекстом Это то, что уже стало очень важно в 20 веке, там, ну и у многих писателей, у композиторов Но вот у Бетховена есть, он может писать музыку такую нежную, такую очень изысканную, элегантную Но при этом вот все эти его какие-то странные акценты, странные смещения говорят о том, что внутренне там совершенно другое, что-то варится и происходит И вот этот подтекст, который характерен для 20 века, он у Бетховена, я думаю, что первого композитора так ярко выражен Но насколько сложно интерпретатору, музыканту этот подтекст прочитать, расшифровать и передать? Это очень трудно и это очень интересно Мне поэтому его музыку играть очень нравится, потому что это... Ну знаете, как у актеров есть такая, что ли, такие этюды, когда вы говорите какой-то текст, а внутренне вы должны совершенно другой месседж послать Там, допустим, что вы там, у вас несчастная любовь, и вы готовы там сброситься со скалы А должны говорить о том, что вам не нравится эта кружка чая, потому что она какая-то не такая, да? Вот передать этот внутренний излом на, казалось бы, очень невинном тексте, это страшно интересно Для актера и для музыканта это очень интересно, и поэтому это вот в музыке Бетховена очень часто случается Ну и он столько написал для моего инструмента, что ну просто грех не поиграть этому музыку Здесь вот у меня возникла ассоциация в ходе нашего разговора, когда мы говорим о драматических ролях, например, актеров Очень часто самое серьезное переживание человек передает не через истерику, он передает через спокойное выражение лица И если это талантливый актер, если это талантливо сыграно, это имеет больший эффект С Бетховеном та же история? Именно, именно, это истинный темперамент, у него очень часто самая страстная и самая напряженная музыка идет в характере пиано То есть тихо, он хочет, чтобы звук был очень тихий Такая тихая страсть, да? Но при этом вы понимаете, что сейчас начнется землетрясение, да? Вы начинаете прислушиваться, что же будет? Потому что действительно, когда очень мощная кульминация, это часто как бы, ну вот вы ее чувствуете и все Это слишком прямой прием Это прямой, да, да, да А вот у Бетховена очень часто именно, что прием не прямой, и это делает его очень современным композитором И это делает его композитором для интерпретации, открытым Поэтому все великие музыканты так или иначе играют Бетховена Может быть, кто-то играет, например, Шопена, а кто-то вообще не играет Шопена, например Или Скрябина, тоже есть специалисты, а есть тот, у кого вообще нет ни одной пьесы в репертуаре А вот Бетховен, это как такой центр для любого исполнителя Именно потому, что он позволяет вам какую-то невероятную свободу Но его музыку можно назвать музыкой оттенков? Все-таки у Бетховена, как мне кажется, музыка не прямого воздействия Я думаю, что оттенки, полутона, вот какая-то такая изысканность Это скорее, может быть, у других композиторов У него музыка вот какого-то очень большого внутреннего напряжения И большого внутреннего беспокойства Да, ну даже вот я в гильдии играл лунную сонату Казалось бы, первая часть, все ее знают, у всех на слуху Но это же настолько тревожная музыка Она и трагична, она и прекрасна Но в то же время это не просто такой ноктюрн, вы сидите, смотрите на луну В этом есть какая-то огромная-огромная трагедия И как он это выразил? Просто непонятно И, между прочим, я сейчас играю, понял, что эта музыка написана по примеру того, как пишут сейчас современные композиторы Например, ВАСК или ПиАРТ Те, которых называют минималисты То есть повторяют одно и то же Вот лунная соната тоже самое повторяется, одно и то же А воздействие огромное Почему это происходит, это загадка Ну вот вы упомянули ПиАРТ, учитывая, что у вас предстоит опыт работы с эстонским симфоническим оркестром ВАСК и ПиАРТ, ведь они очень разные При том, что они работают действительно в форме минимализма И, казалось бы, там есть какие-то схожие элементы Ну они как Дебюсси и Равель То есть, во-первых, конечно же, ПиАРТ-первооткрыватель И в этом смысле... Такой ломающий стереотипы музыкальные Да, да, очень смелый композитор, который в 60-70-е, 70-е, в принципе, года Когда все писали невероятно сложную музыку И вообще музыка очень усложнялась Авангард и так далее И он вдруг берет и пишет три ноты И вот, пожалуйста, вот это произведение Я понимаю, какой это вызывал смех И только человек такой внутренней какой-то цельности И очень большой внутренней веры Мог выдержать такой нападок коллег И неприятие коллег А потом эта музыка, сейчас она завоевывает весь мир И ВАЗК является одним из самых ярких продолжателей этой традиции И сейчас мне вот мои американские друзья говорят Что в Америке в основном композиторы пишут музыку с мелодией С мажором-минором То есть Авангард забыт И все стараются так или иначе более серьезно Или более, скажем так, попсово продолжать Вот именно эту традицию, которую начал Пярт И несколько других композиторов Там Филипп Глаз и так далее Но можно ли Пярта в этом смысле сравнить с Казимиром Малевичем В живописи, который своим черным квадратом В общем-то изменил систему Он показал Я бы сказал, да, но это вот так Три ноты, которые не принимали, а потом приняли Это очень хорошее сравнение Но я бы сказал, что та дверь в то пространство В которое, значит, нас завел Малевич Из этого пространства Пярт нас выводит Он из вот этого пространства абстракции И, по сути, убирания эмоций И убирания человека Как центрального персонажа любого какого-то произведения Очень, кстати, романтическая вещь Вот Авангард он как-то убирает человека Потому что после мировых войн говорить о человеке неинтересно Интересно говорить о квадрате Как желтый квадрат взаимодействует с красным квадратом Это же страшно интересно А что там человек, что он чувствует это все Мы знаем, что все это заканчивается катастрофой И вот потребовалось несколько десятилетий Чтобы композиторы нашли какой-то выход из этого тупика Ведь все-таки черный квадрат – это тупик Вы можете нарисовать черный, потом желтый, потом красный, потом треугольник Но так много этих фигур Ну, сто лет вы не будете рисовать черный квадрат Вам придется что-то еще Какой-то новый ход в искусстве найти Но это получается, если говорить языком физики Это как кролище нора Потому что мы говорим о Казимире Малевиче Который вроде поставил точку Поставил этот знак «кирпич» Но в то же время вы говорите о том, что пиарта – это выход Соответственно, мы можем их связать Что все-таки есть у этой черной дыры, есть этот выход Белая дыра, которая еще не доказана Да, вот это один из выходов и очень-очень яркий Потому что, конечно, там еще всякие перформансы начались Ну, то есть вообще размывание границ, что есть музыкальное произведение Или вообще, что есть искусство и так далее И там уже художники современные, например Это не те, которые рисуют картину на холсте А что-то другое Но вот пиарт, его и ВАСК, и другие композиторы И их огромная заслуга в том Что они отстояли право музыки на существование То есть не уничтожение музыки И превращение это в какие-то там непонятные звуки Которые слушатели сами друг другу передают На какой-то аппликейшн, ну и так далее Ну, что-то такое тоже можно придумать Нет, вот музыка выходит Квартеты играют какое-то произведение Из нот, которые были известны уже со времен Баха А тем не менее, это ново Тем не менее, это необычно И тем не менее, это всех завораживает Вот добиться этого, ну это огромное достижение На ваш взгляд, все-таки, сегодня Конкурируя с какими-то технологиями Которые уже накладывают большую Может быть, оказывают большое влияние На музыкальные форматы Ведь все-таки компьютер может сыграть уже практически все Вот насколько сложно удержать эту планку академической музыки И вообще интерес к академической музыке Потому что мы упоминали Вас, как ныне живущего композитора Работающего в этом жанре Это ведь очень сложно биться за эту аудиторию Во-первых, ты конкурируешь с классиками Тем же самым Бетховедом, которому 250 лет И который вне конкуренции С другой стороны, ты конкурируешь уже с какими-то Современными примочками, технологиями и так далее Конечно, это всегда происходит Так же, как раньше, это была конкуренция с телевизором Зачем идти на концерт, когда можно посмотреть столько каналов Там футбол показывать, там хоккей, например А зачем идти на хоккейный матч в арену Рига Если, в общем, то же самое по телевизору Да еще и крупным планом Но, тем не менее, почему-то людям нужно присутствовать При рождении прекрасного Или при огромном напряжении, которое там есть в спорте, например Им нужно присутствовать, при том, что если это присутствие еще и совместно То есть, большое количество людей Несколько тысяч человек с замиранием, так сказать Затая дыхание, слушают какую-то фразу пианиста Играющего на сцене В этом есть какое-то очень важное, очень сильное Очень правильное переживание Какое-то такое тренировка своих эмоций Тренировка своих душевных, духовных качеств И поэтому это не умирает Хотя, казалось бы, с изобретением микрофона Живые концерты должны были отойти на какой-то там десятый план Потому что все можно записать в студии И вам прямо вот домой, не отходя от вашего стола С чашечкой кофе, вы можете все послушать А тем не менее нет И я верю, что несмотря на все достижения компьютерные И возможности Все равно люди приходят и будут приходить И чем больше компьютер будет нас отвлекать от реальной жизни Тем больше людям будет хотеться прийти на концерт или в театр И в эту реальную жизнь погрузиться И убрать этот гаджет И открыть свои глаза, открыть уши И воспринимать это таким образом, а не через телефон Я думаю, что у нас такая борьба идет с гаджетами Но я думаю, что мы ее не проигрываем Ну что касается недооцененности жизни и переоцененности смерти Я, наверное, к этому задавал вопрос Потому что живой композитор, присутствующий на концерте А вас часто посещает свои концерты Ты можешь его видеть, ты можешь маскаться, встретить на улице Когда идешь на работу И это в какой-то степени убирает вот этот сакральный элемент Потому что ты видишь человека, который имеет все шансы стать классиком Васк стал, на мой взгляд, классиком при жизни Но тем не менее, ты же понимаешь, вот он сидит Вот у него шнурки, может быть, развязаны и так далее И тут Бетховен, и тут, в общем, тот пантеон всех классиков Которых столетия мы уже отмечали И, соответственно, люди просто недооценивают жизнь в этом смысле Когда поэт умирает, он становится больше, чем поэт Это феномен Бродского в какой-то степени Который в России получил такое полноценное признание После того, как он умер Есть такая проблема? Можно ли об этом говорить в таком философском контексте? Ну, она, конечно же, есть, безусловно И поэтому очень часто мы называем гениями людей уже умерших Совершенно правы А живых еще как бы нет Ну, как это так? Они вместе с нами живут И ходят в столовую обед Ходят в столовую обед А вот он гений, а я нет, например И тут должна быть какая-то смелость Чтобы так человека определить Или вообще просто восхищаться талантом Но мне кажется, что все-таки сейчас все это немножко смывается Из-за того, что, ну, например, в исполнительстве Мы можем послушать то, как играет на рояле Рахманинов Или Мария Юдина Или Рихтер Или Гленн Гульт И, в общем, нам не так важно, они уже умерли или нет Потому что эти записи существуют Но технологии делают их живыми Да, технологии делают их живыми Нет, технология, я бы сказал так Она немножко стирает разницу между то, что было 150 лет назад Или 50 лет назад Все-таки живо-неживо Это, безусловно, очень большая разница И возможность послушать Григория Соколова вживую Это очень большая разница Между тем, что вы там можете слушать только в записи Но, тем не менее, запись сделана 20 лет Или 120 лет назад Тут уже как бы немножечко границы смываются И поэтому, что будет через 50 лет Как мы вообще будем это все воспринимать Я бы не стал предполагать Потому что, ну, это невозможно предположить Мы не знаем, что будет через месяц А что будет через 50 лет И как будут люди относиться к живым И как будут к мертвым Может быть, мертвые будут живее всех живых В виртуальном каком-то своем И, так сказать, воплощении Там тот же Бетховен через компьютер Сможет опять сочинять какие-то 10-ю, 11-ю симфонию То есть нейронные сети Да, именно проанализировав все его остальные работы Продолжать его Я пока в это не верю Но кто его знает Может быть, лет через 50 это будет возможно И тогда вот как раз будет Новым композитором сложно Потому что если Бетховен в компьютере творит А вам... Но я думаю, что они найдут какой-то путь к сердцам Потому что все-таки искусство Оно от сердца к сердцу А компьютер, он такое понятие Ну, такое, так сказать Недоступное ему это понятие Поэтому он о цифрах, скажем так И поэтому я думаю, что все-таки искусство Оно останется Несмотря на развитие И какое-то там взаимоотношение с технологией Мне интересно просто как музыкант Интерпретатор В данном случае пианист Взаимодействует с композитором Потому что, как я понимаю У вас это основано на диалоге С Бетховеном, которого нет физически Или там с Масковцем Который специально для вас писал Произведение, вернувшись из Грузии Если я не ошибаюсь Да, наверное, из Грузии А он живой И вот с ним можно С Бетховеном можно спорить Но, соответственно, это уже метафизическая история А здесь живой композитор С которым можно спорить И он может ответить Конечно Нет, это страшная привилегия Иметь возможность Пообщаться с живым автором На этом концерте, который я упомянул В феврале Он был посвящен Бетховену Но там был взгляд на Бетховена И с 18 века От Моцарта И с 19 от Роберта Шумана И с 21 от замечательного латышского композитора Андрис Дзенитис Который написал специально для этого концерта Произведение И мы с ним работали над этим произведением Там были цитаты из Бетховена Какие-то совсем спрятанные Какие-то очень откровенные И это было очень интересно Конечно, работать с живым автором И понимать, что для него важно Например, он может сказать Что ты там вот играешь все ноты, что я там понаписал Это не важно Ты главное громко играешь А здесь там вот тут вот очень важно Я написал вот какую-то точечку Ее обязательно нужно учитывать Потому что иначе все разломается И вообще нет смысла исполнять это произведение Это очень интересно Что у них происходит в голове И вообще каким образом они творят Это невероятно интересно И, конечно же, сегодня каждый композитор сталкивается На мой взгляд, каждый композитор современности Находится на перекрестке Он или она Должны выбрать В каком стиле писать Кому подражать Или открывать что-то новое А это уже почти невозможно И как решается эта задача Ну, это всегда такой маленький подвиг И поэтому это всегда очень-очень-очень восхищает Что человек при том огромном багаже Того, что написано Ну, будь то музыка Или будь то романы И стихи Что угодно Тем не менее Вот продолжает писать музыку Или продолжает писать стихи Хотя, казалось бы, уже столько великого написано А вот человек не может себя остановить Это вызывает уважение Сейчас сделаем небольшой перерыв Потом вернемся и продолжим Программа «Встретились, поговорили» Сегодня у меня в гостях пианист Андрей Осокин Оставайтесь с нами Мы продолжаем Эта программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня у меня в гостях Пианист Андрей Осокин Еще раз здравствуйте Здравствуйте Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните Звоните за рубежа Код плюс 371 И пишите ватсап 2306191 Но продолжая Тему авторитетов Когда я говорил с критиком Галины Языфович Она сказала такую мысль, высказала Она мне очень понравилась Что мы находимся в заложниках у школьной программы Потому что есть Достоевский Есть Толстой И еще ряд писателей И далее уже все начинают воспринимать всех остальных В этих категориях А это неправильно Вот нет ли такой проблемы у композиторов Потому что их сразу начинают сравнивать с великими А великих, как известно, не так много На самом деле Все их имена известны И, соответственно, это сразу начинает создавать Такое предвзятое отношение к тем, кто творит что-то другое Да, я согласен Я согласен, что такое существует Я думаю, что в литературе гораздо больше, чем в музыке Потому что все-таки музыку Ну, немножечко по-другому изучают Литература, изучение литературы связано с освоением языка И поэтому вот вам Пушкин лучше всего И вот читайте Пушкина И вы всех поэтов начнете волей-неволей сравнивать с Пушкиным Наверное, это для современных поэтов тяжело Тяжелое сравнение, которое не каждый выдержит Но у композиторов тоже есть Ну, всегда можно сказать Ну, не Моцарт, ну, не Шопен Как-то у тебя не звучит Ну, вот Рахманинов – это композитор А ты непонятно что Поэтому мне на своих концертах нравится Немножко провоцировать публику к размышлению И сталкивать вот этих великих Которые вот часть школьной программы Бетховен, Моцарт, Шуман, Рахманина И современных, там, будь то Карлсон Будь то Дзенитес или Маскот и так далее И так далее, и так далее Васкс или американский композитор Или современные русские композиторы И вот показать, что одно переходит в другое Одни заимствуют у других И вам может больше понравиться Современное произведение Нежели произведение написано в XVIII веке И что всё это живая ткань музыки И таких вот правил Ну, и вот каких-то таких, я бы сказал Границ, таких красных линий Их не существует Вот мне кажется, что для нас, для исполнителей Это вообще одна из главных задач Показать, что, в общем, эти стереотипы Их можно как-то поломать Ну, наверное, то же самое, что Галина Зайфович Говорит по поводу литературы Что читаете современную литературу То, что это хуже Пушкина Вообще не надо сравнивать Вот мне кажется, что сравнивать как раз можно Но на концерте эти сравнения Могут вам приготовить очень интересное открытие Здесь, мне кажется, есть ещё одна проблема Которая делает нас, наверное, общество Слушателей, читателей, заложниками этой истории Сложно сказать о том, что тебе не нравится Пушкин Или сложно сказать о том, что тебе не нравится Толстой Или не нравится Достоевский Или не нравится Бетховен Моцарт Таким образом ты сразу попадаешь в категорию людей А, да что ты понимаешь? Ведь человеку может и это не нравится Да, но мне кажется, что в этом как раз плюс Современного искусства и современной музыки Потому что вы, как слушатели или зрители Вы имеете возможность сами решить Это здорово или не здорово Потому что, да, Моцарт или Пушкин Тут уже как бы от вас ничего не зависит Уже всё решили, что это хорошо Вам может нравиться, не нравиться Но от вас ничего не зависит Но если я скажу, что мне это не нравится Я рискую попасть под осуждение общества Рискуете только вы Моцарт не рискует А если вы слушаете молодого композитора Платона Буровицкого, например И вам интересно И вы можете сказать, что вот вам не нравится И может быть кто-то к вам прислушается и не будет А кто-то наоборот скажет Нет, это замечательно И начинается живая дискуссия Нет ни одного судьи, который мог бы сказать Это гениально или нет Это совершенно, так сказать, в мусорник Нет, наоборот получается Что это очень живое, очень яркое обсуждение Поэтому мне кажется, что современное искусство И современная музыка в частности Она должна быть, так сказать, в поле вашего интереса Потому что тут вы создаете правила А не следуете правилам, которые написали когда-то давно Выдающиеся музыкологи или там еще кто-то Но критерий нравится-не нравится Он применим и по отношению к классической музыке Это очень сложный критерий Я много раз обращал внимание Что когда человек говорит нравится Это не обязательно эмоциональное Или вот такое сухое, логическое Это какой-то синтез всего Это вообще, когда мы говорим про интуицию Интуиция ведь тоже это синтез Какого-то огромного количества информации Которую человек воспринимает Перерабатывает, сам не понимая как И вот выдает, что вот мне кажется, что это так И то же самое в музыке Когда вы слушаете, если вам нравится Это не обязательно, что вам, вот, так сказать На вас как-то эмоционально воздействует Может быть это воздействие какое-то очень сложное И поэтому разобраться в этом Или насладиться этим Это, я думаю, что очень-очень здорово Поэтому современную музыку Мне, во всяком случае, с каждым годом Все больше и больше тяга к современной музыке И все больше и больше я ее играю Еще и потому, что если публике нравится Это значит, что я молодец Ну вот, кстати, Егор Сартаков, литературовед Который был недавно у меня на программе Мы с ним, такая дискуссия у нас была О литературе, да и не только литературе Потому что мы дошли там до Шевчука и Бориса Гребенчукова И очень часто, мне кажется, возникает такое ощущение Что люди противопоставляют классиков Кому-то нравится Толстой, кому-то Достоевский Кому-то нравится Шевчук, кому-то нравится Гребенчуков Могут нравиться и тот, и другой Но кто-то обязательно больше И вот здесь срабатывает то наше субъективное восприятие Конкретной музыкальной темы, композитора и так далее И тому подобного Задумывались об этом? Я задумывался, почему такие пары существуют Это действительно очень интересно И Толстой, Достоевский, как такой ярчайший пример Но у Рахманинов Скрябин Или Чаковский, Мусоргский Можно бесконечно говорить Я думаю, что какая-то здесь закономерность есть И я думаю, что один автор таким образом другому помогал в свое время То есть, безусловно, прочитав роман Анны Каренина Достоевский, ну, испытал какое-то, наверное, количество зависти Хотя он очень хорошо отозвался И захотел дальше сесть за стол и что-то написать великое Это такая мотивация? Конечно Я думаю, что это все-таки как-то связано Потому что иначе объяснить, почему эти пары существуют И почему они вот как-то образуются Причем во все века всегда Бах, Гендель, например Пушкин, Лермонтов Пушкин, Лермонтов Хотя Лермонтов прожил так мало Цветаева, Ахматова Цветаева, Ахматова и так далее Я думаю, что тут это каким-то образом Один автор другого как-то мотивирует к созданию этих шедевров Тут и зависть, и желание быть лучше И желание просто, так сказать, подражать И восхищение Ну, в общем, это как будто такой вот суп Который производит какие-то феноменальные, скажем так, запахи Но в этом есть закономерность Я думаю, что в этом есть Иначе очень трудно понять, почему вот эти пары, они так складываются Я не думаю, что это заслуга школьных учителей, которым так удобно Нет, я думаю, что это действительно вот какая-то такая закономерность И несмотря на то, что действительно очень сложно выбрать между Толстым и Достоевским Потому что они очень по-разному разломали все восприятие мира И как-то совершенно сломали все наши конвенции, к которым мы привыкли Что ну вот как-то мы друг с другом договорились А вот пришли два писателя, которые сказали, что нет Вот если это плохо, значит это плохо А если как бы ты вот подумал, что ты хочешь кого-нибудь вот-вот его бы задушить Значит ты практически убийца И все, и как жить дальше непонятно Я думал, что то, что они существуют рядом, это не случайно Но вот все-таки тогда получается, чтобы понять одного композитора Как мне кажется, это то, что родилось сейчас из нашего разговора Прокофьев Состакович То важно тогда понять и его вот эту пару Может быть, может быть Но я думаю, что как раз пару для слушателей это очень большое искушение Потому что это мешает И действительно есть люди, которые обожают Цветаеву и не могут читать Ахматову И я думаю, что если им бы сказать, например, что эти поэтессы жили в разных странах В разные века, тогда этой проблемы не существовало бы Да, ну тогда мы же не сравниваем, условно говоря, Пушкина с Пелевиным А вот если бы они жили в одном и том же городе, в одно и то же десятилетие Тогда бы вот нам пришлось выбрать Тут я думаю, что какая-то мистика существует И это очень трудно, очень редко встречаются люди, которым нравится И Толстой, и Достоевский одинаково сильно Или там, условно говоря, Чайковский и Мусоргский, Рахманов и Скрябин Обычно кто-то один Прокофьева можно понять без Шостаковича? Я думаю, что как раз гораздо проще его понять без Шостаковича Потому что если вы будете их сравнивать, то вам затуманится ваше восприятие Прокофьева нужно понимать в контексте того, что он разломал всю эту традицию романтизма И изнеженную традицию импрессионизма, которая уже тогда была очень сильна в начале XX века И предложил музыку очень энергичную, очень яркую, очень бескомпромиссную В чем-то достаточно простую И поэтому вот как-то эта музыка была настолько яркой, необычной, что она завоевала весь мир И продолжает волновать и интересовать нас Так что вот я думаю, что в этом контексте Скорее сравнивайте их с предшественниками Потому что это всегда очень четко показывает, что великий автор привнес новое А сравнивать с современниками это очень опасно Ну что касается предшественников и воздействия и влияния предшественников на композиторов Вот когда эта история, условно говоря, когда композитор становится самостоятельной фигурой, а не подражателем Несмотря на то, что все композиторы, они в общем-то под влиянием кого-то из своих предшественников находят Они питаются, они питаются, как цветок растет из почвы И если бы этой почвы не было Из такого сора Да, конечно, конечно, то этого цветка бы тоже не существовало Хотя мы хотим его воспринимать вот цветок А что там было до этого, какие там существовали музыкальные школы и музыкальные традиции Огромное количество педагогов и огромное количество других талантливых, но, может быть, менее гениальных людей Как из всего этого появляется что-то великое Это мы очень часто как-то вот, так сказать, спрятанная часть айсберга для нас А зря И поэтому как-то вот надо уважать и тех музыкантов, которые современники гения Может быть, не настолько велики, но, тем не менее, они питают и они развивают вот ту традицию В которой этот гений блистает или страдает по-разному Но это ведь проблема и для интерпретаторов Потому что, опять же, пианист, который находится под влиянием большой школы Под влиянием больших имен И мы можем вспомнить даже русскую традицию XX века Можем вспомнить Трихтера, Горовица и других гениальных интерпретаторов И это тоже получается такой большой соблазн Нет, ну, мне кажется, для таких больших и потрясающих художников, музыкантов Для них эта традиция – это только благо А для тех, кто после них? И для… Может быть, вот вы правы Потому что после очень, ну, так же, как очень много поэтов пишут в стилистике Бродского И это всё ужасно, потому что это всё уже изобретено Бродским Да, 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 и нужно как-то отойти от этой традиции, чтобы найти свой собственный голос Но для любого того великого явления, которое вы называете Будь то Рихтер или Егоровец Они, конечно же, должны быть очень благодарны той школе, в которой они варились Потому что иначе они не были бы настолько разнообразны и настолько, так сказать, гигантскими Если бы им пришлось всё это изобретать самим И ещё одна пара, кстати Ну, да, 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 здесь, конечно, это тоже Со всеми их внутренними происходящими Да, 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 безусловно Так что я думаю, что здесь не нужно недооценивать школу Скорее нужно аккуратнее относиться к идолопоклонничеству Вот когда вы пытаете, говорите, что кто-то настолько велик, что всё, что я делаю, абсолютно подражание ему Это очень опасно, потому что очень часто это, ну, грубо говоря, толстовство И Толстой, это разные вещи, и Толстой всё-таки интереснее, чем Толстовство Ну, что касается, мы обсуждали с вами уже эту тему Ну, много появилось, опять же, уже новых звёзд после Ванессы Мэй, которая адаптировала по современному Там есть пелончелист, который набирает миллионы просмотров и так далее Я говорил с людьми, которые серьёзно занимаются музыкой, они считают, что это, конечно, попса Но, тем не менее, это попса, которая привлекает к миллиону новых слушателей Это всё продолжается, как мы видим Ну, конечно, это продолжается Это как раз связано с технологиями Потому что новые технологии позволяют информации распространяться очень быстро Соответственно, вам нужно сделать нечто, чтобы заинтересовал людей за 5 секунд И это вряд ли будет, так сказать, поздний квартет Шостаковича Скорее всего, это будет что-то очень яркое, где вы машете головой Где вы полураздеты, и, так сказать, у вас открыт рот, и эмоции, значит, через край Тогда вот, ой, что это такое? Люди начинают это смотреть и так далее Да, это существует, сейчас это расцветает именно благодаря технологиям Ну, вот это вмешательство технологий в нашу жизнь Они нам и позволяют общаться с людьми, которые живут на другом континенте Без проблем и практически бесплатно Но в то же время они, так сказать, размывают границы искусства И иногда наносят большой вред Ну, что делать? Ну, здесь, опять же, аналогия, которая возникла Это, вот, представьте себе двух политиков Один выходит с обещанием всех посадить, искоренить коррупцию Всем, не знаю, там, поднять пенсии Каждой жене по мужу, каждому мужу по жене Или по любовнице, не знаю, кому что больше нравится Второй выходит и говорит, понимаете, это нельзя так сделать Есть конвенция, она этого не допускает И вообще нужно обращаться туда Считать документы И вредит, скорее всего, на выборах первых А я думаю, что сейчас Вот с искусством аналогии у места Я думаю, что сейчас эта тенденция, она вообще Тенденция всей цивилизации Такое некое обращение к романтизму После весьма турбулентного XX века Мы сейчас как-то, мне кажется, все стали идеалистами и романтиками В музыке это очень хорошо, потому что это рождает очень сильные эмоции А в политике и в социальной жизни мы видим, что все хотят ярких решений Вот если что-то сделать, надо сделать Ну вот хоть выйти из Европы, сделать Brexit Ну хотя бы что-то будет сделано Ну ведь это вышли, потом сами испугались Но самое главное, что вот нужно, чтобы это было большое событие Если уж мы, так сказать, хотим сделать что-то хорошее природе То не, так сказать, пакетик поднять А изменить вообще мировой уклад Грета Тумберг и так далее Конечно, то же самое, вот мы видим, 4 года назад был Трамп Но и сейчас Сандерс То есть все равно людям хочется Ничего-то такого центристского, спокойного Почитайте конвенции, давайте один шажок туда, один шажок Нет, хочется изменить все до неузнаваемости Я думаю, что это вот такое, так сказать, веяние времени Наверное, оно началось 2008 года с этого кризиса Из того, что, ну как-то люди поняли, что благосостояние не будет расти равномерно и постепенно И, ну вот, видимо, какие-то такие романтические позывы, желание изменить весь мир То есть все и сразу Все и сразу, вот абсолютно точно, да И, конечно же, поэтому гораздо интереснее Вы понимаете, что то, что говорит Трамп, это, в общем, ну, да Но при этом это же здорово, если бы это было право Вот если действительно можно было бы взять и завтра, чтобы на Марсе яблонец Это было бы так здорово Но в музыке, в искусстве это находит отражение сегодня? Вот я думаю, что да И я думаю, что как раз для искусства это очень, эта тенденция благотворна Потому что тот романтизм, те мощные эмоции, те какие-то яркие новые открытия, которые, ну, мы музыканты совершаем в музыке Они гораздо, ну, меньше вреда могут принести, да Нежели подобные же заявления политиков такие, очень идеалистические Ведь эти мощные эмоции, этот всплеск адреналина, эндорфина и других гормонов Ведь он очень часто приводит потом к горькому похмелью, к разочарованию, к осмыслению того, а что же это было? Почему после той яркой эмоции я испытываю? Так надо дальше яркие эмоции, не нужно прекращать Так это как наркотик уже Ну, наверное, наверное, но А искусство как вот реагирует, мне интересно Вот этот всплеск и откат Нет, я думаю, что как раз в искусстве очень-очень это всё гармонично Ведь недаром есть это понятие гармонии То есть это означает, что есть эпизоды очень яркие, энергичные, возбуждённые музыки А есть успокоение, какие-то грустные, какие-то медитативные кусочки Всегда одно находится в гармонии с другим Поэтому, конечно, искусство это исследует очень серьёзно И, безусловно, и Чайковский, и Рахманов умеют завести публику, если так выражаться своим языком А потом подарить ей какой-то такой катарсис, какое-то просветление Безусловно, это происходит И то, что людям это интересно И хочется вот этих ярких эмоций от жизни, но и в том числе от искусства Для искусства это очень плодотворно Вы будете играть концерты когда? Ну, весь год так получилось, что будет посвящён Бетховену и разным программам Вот сейчас будет через две недели в Цессите концерт с оркестром Потом Триасокина будут в опере Уже такой бренд Да, это уже распроданный концерт, но, тем не менее, мы очень рады, что публике так это интересно Потом я поеду в Израиль, потом поеду в Казахстан, потом поеду в Японию Так что весь год будет полон путешествий Я надеюсь, что они не начнут отменяться из-за коронавируса Да, потому что один концерт уже перенёсся на октябрь-ноябрь, с мая Ну, ничего не сделаешь Я надеюсь, что это, так сказать, только один концерт К тому же в Китае Помните, как Анна Павлова, она танцевала, а вокруг неё костры были, потому что эпидемия чумы Выходите, чтобы я тоже так играл, и все на меня кашляли, а я бы уворачивался Эпизод делает человека легендой, как известно, «Слёзы родниной» или тот же эпизод Анны Павловой Я всё-таки всем желаю подумать о том, что сейчас не 4 ноября, и нам предстоит не огромная, страшная, холодная, полная вирусов зима А уже началась весна, скоро лето, когда все будут в шлёпках и в шортах ходить по пляжу Никто не будет ни чихать, ни кашлять, все будут здоровые, энергичные, осталось совсем немножко вытерпеть, и мы победим Коронавирус Мы победим и корону, и вирус, и вместе, и всё будет хорошо Но, конечно же, если у вас температура, то советую посидеть дома хотя бы из уважения к нашим бабушкам-дедушкам, которым тяжело И на которых этот вирус, как ни странно, действует просто хуже Поэтому вот как-то, ну, я думаю, что это испытание для общества в каком-то таком, ну, вот чувство локтя, чувство взаимопомощи Оно важно, потому что, конечно, приятно ходить и на всех кашлять, потому что, чтобы все заболели Но всё-таки, наверное, в этот раз надо этого не делать Но вам приходилось играть, быть за инструментом, когда у вас была температура и вообще вот в такой экстремальной ситуации бывали? Да, приходилось Иногда это даже лучше, потому что очень большая концентрация Но после этого ты чувствуешь себя совершенно опустошённым И сцена не лечит? Сцена лечит, но отнимает много сил Хотя иногда бывает, что ты немножко так заболел, а после концерта чувствуешь себя абсолютно здоровым У меня бывали случаи, когда мне казалось, что я играю в туберкулёзной клинике, потому что все кашляют в зале Обычно это ноябрь или февраль, вот эти вот месяцы такие самые болезненные Но потом, по рассказам людей-залов, оказывается, что, кажется, два человека Просто они сидели в разных концах зала и получался такой стереофонический эффект То есть они обменивались? Да, они обменивались такими сообщениями, разговаривали таким образом Ну да, бывает, приходится очень сильно концентрироваться, это, так сказать, часть профессии необходима Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу Спасибо, Андрей, что пришли Спасибо вам, не болейте Андрей Осокин, пианист, был гостем программы «Встретились, поговорили» Эфир провёл Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв Всего доброго и до свидания Спасибо Спасибо